На этот раз местом проведения областного дня ховы працы обрали гумсельмаш. Это великий холдинг, в котором им працуе больше 14 тысяч человек. Примусить такую колькость людей, выполнять правила безопасности – непростая задача. Нельга сказать, что на предприятии в уголе нема проблем, а ле и значными их назвать нельга. По вселяким выпадку, с даренью со смиротным заходом на вытворчасти нема амаль уже 7 лет, а у зровень травматизма ниже и среднеобластного. У выполнения правил техники безопасности застекавлено усе. Работники, які у вынеку порушения, разыкуют стратить працовное место. И администрация, яка им кнеться выяснена новой рынке. А тому затекавлена употрымцей становчего имиджу. Подчас проведения дня ховы працы удельники демонструють новые распрацовки. Рысовую косилку, комбайн для Евросоюза и машину, якая працует на газе. Аналогов нема в свете. На сегодняшний день на газовом топливе – это единственный комбайн в мире. Цель разработки такого комбайна – это поставка данного комбайна как на рынке России, так и на рынке Казахстана и на рынке наших южных соседей бывшего Советского Союза. На жаль, мкнение отримать максимальный прибыток на інших предприемствах часом завершается трагедией. Только в минулом годе на Гомишине зарегистровано 19 смиротных выпадков. 76 человек вернулись до дому инвалидами. И оперативная статистика этого года не самая лепшая. 9 загинувших и 27 випадков тяжкого травматизма. Средо основных причин – не выполнение керувниками и специалистами обовязков по охове працы. Порушения самими потерпелыми в творчей дисциплине ци увогули находжены в стане алкогольного опьянения. Йось за уваги и до работы громадских инспекторов працы. Зараз на предприемства Гомельской области их больше, как 11 тысяч. Але эффективность их деятельности часто не вельми высокая. Хоть по великим рахунку об Уяковом до порушения не повинен заставаться никто. И сегодня, конечно, ставится задача, чтобы не только спрос был с нарушителя требования охраны труда, как с должностного, с работника, но и самого рабочего, который рядом стоял и проявил, так сказать, без инициативность, не проинформировал, что нарушение... Среди гученных пропанул активизации деятельностей мобильных групп и больше тесного взаимодействия помеж структурами, которые занимаются профилактикой вытворчивого травматизма, профсоюзами, выконавчой уладой и Державной инспекцией по охове працы. Йось подставу мерковать, что это принесет корысть. Урешті, дякуючи принимаемым мерам за последние годы, ситуация хоть и не стала идеальной, але значительно полепшилась. Олексин Сюров, Ольга Коновалова, Юген Макинка, Телерадо, компания «Гумель».